В рамках акции «Помним, гордимся» было собрано около 5000 фотографий фронтовиков. 4222 из них нашли свое место в мемориальном панно. Основа этой экспозиции – один из самых ярких моментов Великой Отечественной войны. Это символ ее окончания – водружения победного знамени над Рейхстагом. Памятник расположился на крепостной горе, прямо напротив мемориала «Огонь вечной славы». Панно открыли 2 мая. Эта дата не случайна. Ровно 70 лет назад в этот день была подписана капитуляция Берлина. Вражеский город брали 2,5 миллиона советских солдат. Одним из них был Павел Захарченко. Потом я наблюдаю, что стрельба с соседнего оружия идет не в сторону противника, а вверх это было час ночи 1945 года. Это означало война закончена. После этого наступила такая тишина, в которую невозможно было поверить, вспоминают участники. Казалось, что замерло само время. А потом, как гром среди ясного неба, переполняющий людей радость и счастье. Память о Дней Великой Победы переходит из поколения в поколение. Фронтовые фотографии и письма бережно хранятся в каждой семье. Из уст в уста передаются истории о подвигах. Я помню воспоминания дедушки о том, что война – это страшно, война – это холодно, война – это боль. Дедушка воевал на передовой, был много раз ранен. И вот в какой-то миг дедушку контузило, и его прикопали, потому что посчитали мертвым. В военное время могилы рыли неглубокими. Мертвых только прикапывали. И это помогло Парфену Федоровичу выжить. Его семье пришлось испытать два сильнейших чувства – скорбь и горечь при виде похоронки и великую радость, когда фронтовик вернулся домой. Нелегкая доля выпала и капитану второго ранга Виктору Ткачеву. Ему нелегко возвращаться в то время. Его отец ушел на фронт добровольцем, а девятилетний суворовец ждал его возвращения. Партийный работник Павел Ткачев погиб и теперь на панно. Его фотография. Проносил сюда, должна быть. Ну, отец работал здесь и жил до 1939 года в Ставрополе, а потом был направлен в Пятигорск. И оттуда уже ушел на фронт. Мемориальное панно – это дань поколениям. В день открытия памятника все слова и пожелания первых лиц края города звучали по-особенному. И светлая память Павел Ткачеву. Вам же вы 100, 200, 1000 лет для того, чтобы вы нам передавали то, что вы чувствовали в этой войне. Людям, которые сделали этот… Я все-таки буду называть это памятником. Никакого это не говорила. Это памятник наш. Огромное спасибо. Собравшимся людям, которые сегодня прикасаются к этому празднику. Надо сказать добрые слова всем тем, кто откликнулся на призыв этого марафона по сбору памяти о нашей победе. Это место священное, любят наши горожане. Здесь проводятся мероприятия, связанные с Днем освобождения города Ставрополь, с Днем Победы. Открытие мемориала – это старт краевой акции «Помним, гордимся». В ближайшие дни такие памятные объекты будут открыты во многих городах и населенных пунктах Ставрополья.